Меня зовут Игорь Корней, я 30 лет профессиональной журналистики, 20 из них работаю в Белорусской службе «Радио Свобода» и впервые столкнулся с проявлением репрессий против журналистов. Я был задержан 15 ноября во время марша «Смелых». Попытки объяснить правоохранителям, что являюсь сотрудником СМИ, не увенчались успехом. Был доставлен в автозак в достаточно грубой форме. Сразу начались, скажем так, моральные издевательства. На входе был брошен бело-красно-белый исторический флаг Белоруссии, который насчитывает многие сотни лет и стал символом нынешнего сопротивления. Там загрузили так называемый стакан. Это маленькая камера, рассчитанная на двоих человек, но нас туда забросили четверых. Правда, где-то минут через 20 оттуда достали и туда поместили двух женщин. Всех остальных поставили на колени. И кто пытался осмотреться, что происходит вокруг, просто избивали. Получали люди удары по голове. Доставили нас в управление внутренних дел Советского района. Там держали 12 часов на морозе с поднятыми руками. Когда уже у людей заканчивались силы, практически падали в обморок, позволили после пятого часа стояния завести руки за спину, а женщин перевели в помещение подвальное в самом РУВД. После этого были допросы, была опись имущества, составление протоколов, которые не соответствовали абсолютно даже местоположению, где нас задерживали. И где-то в час ночи, следующего дня уже, приехал автозак и всех перевезли в Жодино. Это город за 50 километров от Минска. Там содержались мы в изоляторе. То же самое на входе в комнату досмотра был брошен белый-красный-белый флаг. Кто не соглашался на него наступать, получал удары от правоохранителей. Практически все люди, которые были задержаны одних интересов, то есть нас не содержали с ретизивистами, были мы в камере единомышленники все, обсуждали много, говорили о ситуации в Беларуси. И в итоге, после 10 суток ареста, все вышли с положительным тестом на коронавирус. В принципе, никакая медицинская помощь там не оказывается. Фактически издевательства продолжаются, пусть не физические, но моральные. И поэтому можно говорить совершенно откровенно, что в Беларуси против журналистов развязана настоящая война.